Друзья, всем привет! Уже тысячу лет не снимал ничего для ютуба. Много нового произошло у меня в жизни. Я переехал в Москву, теперь здесь тренируюсь. Представляю клуб Александр Невский. Ну, кто подписан на инстаграм, тот в курсе, наверное, всех моих движений, да. Сегодня покажу вам наш клуб. Потренируемся с парнями. Все, сели, ну пошире сели круг. Вот. Давай, Костян, залетай со Святым. Суперсхватка. Поехали, поехали. Немного расскажу вообще о тренировочном процессе, целях, планах. Поэтому так на связи. Ну и так, вкратце хочу рассказать, да, как так произошло, что я жил в Питере и попал тренироваться в Москву. Вот. То, что в Питере у меня не было команды, с кем можно было двигаться, да. В Москве все-таки в этом плане есть много мест, где тренироваться. Много спарринг-партнеров, тренеров. Вот. И в Москве удалось мне найти команду. Это клуб Александр Невский. Я писал уже, да, что я в Питере выступал под покровительством этого святого благоверного князя. И то, что мне предложили представлять этот клуб в Москве, ну, я посчитал, что это даже такой, не знаю, божий промысел. Поэтому я, конечно же, сразу согласился. А причиной всему этому, это был мой пост в интернете, где, не знаю, ну, у меня такой был период какой-то, да. Я возмутился тем, что неужели вот русские люди не хотят сейчас тренироваться, вести правильный образ жизни, да. Не ходят в храмы, не приходят к вере, да. Ведут лишь разбульный какой-то, ну, неправильный, порочный образ жизни. Я как-то ночью, да, на меня так нашло вдохновение, написал такой пост. Я утром проснулся просто, у меня там сотни лайков, там, репостов, комментариев и так далее. Просто он так взорвал интернет. Многие люди там откликнулись даже, начали там писать, много сообщений. Вот. И одним из таких сообщений это было от Алексея Олейника, который сказал, Макс, приезжай в Москву, у нас здесь вот проходит турнир, оплот, да, будешь почетным гостем, всегда будем рады тебя видеть. Вот. Ну, я собрался и приехал в Москву, и как раз этот турнир проходил на базе клуба Александр Невский. Я зашел в зал этот, да, ну, такой, сразу как-то у меня сердце к нему легло. Познакомился там тоже с ребятами, так вот, заобщался, начал разговаривать. Они говорят, да, это вот, ну, клуб у нас здесь, мы тут, да, там, с парнями там открыли. Вот. И я вспомнил, что один из моих знакомых, да, Анатолий Волков, я с ним познакомился у Тараса Кияшко в стреле. Он однажды выкладывал пост о том, что он тренирует в этом клубе, да, и я вот как-то по пути домой написал Анатолию, Анатолий, так и так, вот, я там живу сейчас в Питере, хочу перебраться в Москву, есть ли вообще работа, есть ли возможность, да, тоже, там, работать, тренировать, выступать, представлять клуб. Вот. Ну, Анатолий пообщался с руководством клуба, да, со мной сразу связались, мы, ну, сразу практически нашли общий язык, потому что, ну, близкие люди по духу, да, поэтому так, ну, поступило предложение перебраться в Москву, это было вот перед Новым Годом, в декабре месяце, у меня только родился сын, сыну два месяца было, я так собрал все свои пожитки и переехал в Москву в срочном порядке, потому что, ну, для меня Москва – это шаг вперед, все-таки в Питере я прожил 10 лет и знаю там многое, поэтому Москва – это такой новый этап для тренировок, для новых свершений, ну, и плюс все события в мире ММА, которые сейчас происходят, они происходят в Москве. Ну, потихоньку стал тренировать в клубе Александр Невский, группу ММА вести и параллельно искать также возможности выступлений в разных организациях, вел переговоры с разными организациями, потому как, напомню, у меня большой перерыв, два с половиной года я не бился, ну, я не хотел заканчивать карьеру, я чувствовал, что во мне есть силы, желание еще побиться, выступать, мне всего лишь 32 года, да, я чувствую, что я только набрался какой-то такой матерости, сил, да, и никак не хотел заканчивать карьеру, поэтому вот так вот. И, можно сказать, так сложились обстоятельства, ситуация, да, вот предложили принять участие на хардкоре, хардкор они проводят бои на голых кулаках, вот, и они запустили новый проект «Хардкор ММА», предложили мне в нем выступить, я согласился, почему нет, они предложили нормальные условия, вот, и сейчас в ближайшем времени меня ждет бой с Альборовым Амиром, это парень мастер спорта по кикбоксингу, чемпион мира по кику, у него профрекорд 4-0, вот, поэтому сейчас на хардкоре ожидается наш бой, ну, в принципе, уже я был на пресс-конференциях, уже анонсировали наш бой, был face-to-face у нас, вот, поэтому в скором времени предстоит битва. Получил также немного хейта от того, что я буду биться на хардкоре, что это там какая-то не такая организация, ну, сколько людей, столько и мнений, меня они всем устраивают, они дают мне достойных оппонентов, достойный контракт, поэтому я не вижу в этом ничего плохого, а то, что там на пресс-конференциях творится, да, это, ну, я не собираюсь быть каким-то клоуном там и исполнять там на камеру того, чего я из себя не представляю, поэтому я считаю, нужно в любой ситуации быть и оставаться самим собой, и это самое главное в жизни, поэтому те, кто надо, свои люди, они всегда увидят, поймут, услышат, поддержат, вот, я к этому очень спокойно отношусь. Ну, и вообще, я считаю, что сейчас хардкор, ну, набрал уже такую большую популярность, да, вот очень много примеров таких, где стоят там чемпионы разных организаций, там, Fight Night, Eagle FC, там, Open FC, и с ними рядом ребята, которые там провели несколько поединков на хардкоре, и почему-то подходят фотографироваться именно к этим ребятам, да, то есть это свидетельствует о том, что у этого промоушена огромная популярность у нас в России, конечно, есть там свои плюсы и минусы, некоторые люди говорят, что они смотрят только пресс-конференции, да, как Дом-2, ну, даже поединки не смотрят, поэтому так, ну, вот в этом каждый найдет то, что ему нужно, кому-то зрелищные поединки, а кому-то такие едкие колки и высказывания на конференциях. Наш зал находится в парке Сокольники, вот в таком месте. По дороге в зал идешь через лес, вот у нас сейчас пошел дождь, наконец-то московская недельная жара, хоть чуть спадет, и можно чуть выдохнуть. Ай, вот такой кайф, вообще просто! Вообще, очень круто! Вот пришли мы в наш клуб, заходим. Привет, привет! Арина, как делишки? Наш бессменный ведущий Арина. Да, покупайте футболки! Все, идет распродажа, сейчас футболки по 1000 рублей до конца недели. Да, точно! О, а что за икона у нас? Смотри-ка, какая красивая! Это кто такой нам подарил? Ой, красота! Вообще четко! Все, диванчик новый, да, поставили? Ну, потихоньку зал у нас тут... Зал-то доделали, да, вот, раздевалки еще доделали. Там дождь пошел, Арина. Наконец-то! Вообще, хоть мы выдохнем, е-мое! Прям бежали на тренировку, аж вспотели. На любимую тренировку? На любимую. И вот зал наш. Опа, Серега, привет! Как делишки? Вообще там ливень такой, ну... Вот такой второй этаж, у нас он еще оборудуется. Вот диваны привезли, поставили здесь диваны. Здесь у нас проектор висит. Вообще нацелены так на работу с молодежью. С детьми особенно, да, чтобы прививать им правильные ценности, показать правильные фильмы, чтобы они знали историю нашу. Вот, такое давать правильное воспитание для детишек. Все, вот песни правильные слушаем, да, Святок? Чисто казачьи. Вот Свят, наш тренер по борьбе здесь, по грэплингу, тоже подтягивайтесь к нему. Вот он потянулся, мой брат, старший брат мой. Это мой тренер по рукам, по боксу. Короче, то, что вы видите в ринге, что я его козюлю руками, это вот мой брат. Весь этот ужас смертельный. Все, видеотрансляция из зала Александра Невска, мы работаем на лапах. Ну не ждите здесь какой-то супер-пятки, просто на мешке. Повторяем, старый. Ну что, Макс, что скажешь? Тяжело. Надо всегда держать себя в форме, всегда. Владимирский Централ. Акадин институт. Вот так паншансон всегда готовимся, тренируемся. И вот сегодня тренировку со Святом проводим. Чуть борьбы в стойке, чуть в партере. Парни пашут все, работают. Сегодня пятница, лето, жара, но все равно народ на тренировке, красавчики. Все, сели, ну пошире сели круг. Вот, давай, Костян, залетай со Святом. Супер-схватка. Поехали, поехали. Пошире круг сделали, давай. Да, сколько раз за пять минут он постучит? Ваши ставки, господа. Все, поехали. Время пошло. Я говорю, что пять точно раз постучит за пять минут. Пять больше, да, Скар? Костян, креветку. Заправляй ногу, держи хоргар. И там оставайся. Сильно его не зли. Первый раз пошел. Хорошо, минута, две. Пять, пять. Восемь. Девять. Давай, 30 секунд еще, Свят. Поехали, поехали, поехали. Давай, давай, 30 секунд. Красава, вот и вяжи его. Вот так гадий. 20 секунд. Давай, Свят, 10-й-то нужно сделать. Ну, 15 секунд. Костя, это дело принципа. Давай, Костян, за Омск. За Сибирь. Завяжи ты гадий. Пять секунд. Не развязывай гадий. Вяжи руки и гадий. Стоп, время, красавчик. Красавичка. И концовочка у нас работа. На снарядах, межки, добивания, стойки, фартеры. Вот так, пацаны, Паши. Ну, и девушки тоже. Давай, 10 секунд поднажали. Дорабатываем, дорабатываем. Погоще, погоще. Стоп, красавцы. Стали, побежали по кругу. Давай, давай, давай. Дышим, дышим. Потом разденетесь. У нас нарядах тоже хватило. Вроде лета, кажется, подокупься. Но все равно, да, как лучше искать, на тренироваться больше. Те, что вы душили, у вас 9-20. Я не представляю, что я не буду. Такая разница. Такая разница. Такая разница. Слава.